Всем привет! Как вы знаете, недавно я купил себе маленького, но очень умного робота. Вот он играет кубиками. Это, наверное, единственный робот в мире с искусственным интеллектом, который есть в свободной продаже. Он очень умный, может запоминать лица людей и называть их по имени. С ним можно играть в разные игры, и он умеет проявлять эмоции. Все это я показываю в первом видео про Козмо. Можете найти его на моем канале, если вы не видели. Слушайте, а у меня родилась идея. А что, если показать ему голову манекена? Она похожа на человека. Интересно, как он ее распознает, как человека или как кого? Давайте проверим. Есть такой режим, когда можно смотреть на мир его глазами. Давайте повернем камеру. Пускай он повернется в эту сторону. Давай, давай, нет, не в эту, не в эту. Сюда, 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 сюда. И сейчас он увидит еще немножко. Как же он распознает вообще, что это такое? Так, вот он. Наверное, мало света. Нужно повернуть. О, Хьюман. Прикиньте, он распознал как Хьюман. Вот надпись «Человек». Он распознал его как человека. Смотрите. Прикольно. То есть его можно обмануть, несмотря на то, что у него искусственный интеллект. Смешной. А еще я недавно узнал, что если посветить лазером, то он начинает бегать за этой точкой, как кошка. Давайте проверим, правда это или нет. Да успокойся ты. Постоянно орет. Так, давайте посветим. О, он заметил, смотрите. О, а ну. Ой, точно. Смотрите, двигается за точкой. И действительно, смотрите, Козма прямо как кошка бегает за точкой лазера. Правда, нужно двигать медленно, иначе он ее теряет из виду. Реакция у Козма пока что не такая хорошая, как у кошки. Но все равно это весело. В одном из прошлых видео я познакомил Козма и большого черного скорпиона. Козма тогда не смог определить, что это за существо перед ним и никак его не назвал. Но почему-то он начал бегать за скорпионом и пытался его придавить. Конечно же, скорпиону это не принесло никакого вреда, так как у скорпиона очень твердый панцирь. А Козма легкий по весу, и раздавить скорпиона он вообще никак не может. Но я так и не понял, почему Козма так отреагировал на скорпиона. И я решил продолжить эксперимент. Я купил целую коробку огромной африканской саранчи. И хочу посадить в аквариум саранчу, и посмотреть, как он отреагирует на саранчу. Вы только посмотрите, какая она огроменная по сравнению с моим пальцем. Вообще-то я не боюсь кузнечиков, но эту саранчу в руки я бы не взял. Мне кажется, что она откусит мне палец. Такая она огромная и страшная. Итак, я снова взял большой аквариум, который я использовал в видео со скорпионом. Ну что же, давайте разбудим Козма. Козма проснулся, съехал с зарядной станции и врезался в стенку аквариума. Пока он ничего не понял, я быстро пересадил его в аквариум. Козма начал осматриваться и удивляться, где он оказался. Кого это он ловит? Своё отражение? Что он будет делать дальше? Давайте немного понаблюдаем за ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладненько, я думаю, самое время выпустить саранчу. Слушайте, я надеюсь, она не летает. Так, немножечко приоткрыл коробочку, сейчас попробуем ее сюда высадить. Ай, 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 ой! Падай! Так, вроде бы все выпало. Ой, ой, так, что сейчас будет? Слушайте, наверное, нужно забрать вот эти яичные скорлупки. Они прицепились и не хотят отсюда убегать, прицепились к этой скорлупе. Так, что же происходит? Саранча лазит, а Козма... Он заметил ее или нет? Что-то он закрыл глазки. А саранча приближается к нему. Ой, что-то он разошелся. Смотрите, сколько их и какие они огромные. И вон одна на другую залезла. Козма, по-моему, не обращает на них... Ой, он бросается на свое отражение. Что такое, Козма? Ой, он поехал! Он не задавил там эту саранчу? Ой, смотрите, кажется, он заметил. Что? О-о-о! О, нет! Я надеюсь, он не будет бросаться так же, как на скорпиона. О-о-о! Кажется, он увидел. Смотрите. Что? Э-э! Он придавил саранчу! Э-э! Смотрите! Бедная саранча. Но, по-моему, ей ничего не случилось. Она настолько огромная и мощная. Козма, по-моему, обратно сходит с ума. Ой! 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 Что происходит? Он не понимает, где он оказался и кто это вокруг него вообще. Что? А вот так Козма видит саранчу своими глазами, камерами. Никакой подписи не появилось. То есть Козма, получается, не может понять, как это называется. Но саранча его заинтересовало, и он ее разглядывает. Вот Козма решил подъехать поближе и рассмотреть саранчу в упор. Ой! Что он делает? Он пытается поднять яичные лотки. Но зачем? Может быть, он хочет навести тут порядок? Точно! Смотрите, Козма начал сталкивать саранчу как бульдозер. Такое впечатление, что он хочет убрать саранчу и навести тут порядок и чистоту. Смотрите, саранча залезла на робота. Наверное, хочет покататься. А Козма продолжил как бульдозер расталкивать саранчу по углам. Ой, что это на меня там залезло? Снимите с меня эту гадость! Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Отлично! Продолжение следует... Короче, ребята, Козма вел себя с саранчой совершенно не так, как со Скорпионом. Со Скорпионом он был очень агрессивный, а тут он просто взял и, смотрите, сдвинул всю саранчу в эту сторону, как будто захотел убраться. Вот захотелось ему чистоты, он просто их как бульдозер столкнул в одну сторону и сидит себе на чистеньком. Блин, какой же он забавный этот робот, я просто не могу с него. Реально маленький умный робот. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. О, кстати, я попробую сейчас бросить одну саранчу, Скорпиону, и мы посмотрим, что же будет. Но это вы уже можете увидеть на моем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании. Продолжение следует...